Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и рада вас всех видеть на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать мои новые сумки, которые я купила недавно. Здесь 4 парфюма, которые я подобрала для 4 новых сумок. И сейчас буду выбирать каждый аромат для сумки. В общем, еще я хочу вам показать косметику, которую я сегодня использовала для моего макияжа. Я использовала палеточку теней от Dior, пудру от Kiko. Также использовала румяны от Dior, карандаш для губ от Kiko. Помада от Chanel. И использовала один матовый цвет от бренда Too Faced палетка. Вот так вот называется. Хочу вам показать цветовую гамму палетки от Dior. У меня здесь 5 теней. Вот это вот я снимаю, потому что здесь есть кисточки, чтобы они не упали на пол. Закрываю зеркало, чтобы не отсвечивало. И смотрим цветовую гамму. Видите, здесь только один бордовый темный цвет. Как правило, он используется в уголках. Вот здесь. И я сегодня этот цвет не использовала. Все остальные цвета я использовала. Но, как вы видите, они не очень темные. И тем более, когда вы их растушевываете, потому что это шиммерные тени, они не становятся слишком насыщенными. Они, как говорится, растушевываются очень хорошо. Но макияж все же получился каким-то таким ярким, насыщенным и практически вечерним. Да, я сделала стрелки. Ну, иначе тогда бы мне не было вот такого красивого прорезанного глаза. Потому что у меня практически круглые глаза. Это необходимо было сделать. Но что хочу сказать. Для чего делаются вот такие вот тени? Чтобы вы делали макияж, чтобы эта палетка не лежала. Но неужели вы думаете, что вот эти все цвета делает Диор для вас? Для того, чтобы он просто... Чтобы эта палеточка лежала где-то там на туалетном столике. И все, конечно же, делается для того, чтобы делать макияж. Но у меня типаж такой, что что бы я ни делала, у меня все получается слишком ярким. Вот я такая. А еще хочу добавить. Что брови у меня по природе черные. Я родилась с черными бровями. Так что не надо мне писать, что у меня слишком черные брови. Так что вы мне предлагаете их покрасить, высветлить, сделать блондинистыми бровями. То есть, ну, чушь. В общем, такую чушь мне пишут. Я хочу уточнить, что часто я делаю макияж для видео. А если я делаю более таким насыщенным, красивым, более таким вечерним макияжем после обеда, то я могу отснять видео, а вечером пойти куда-то с моим мужем. Почему бы и нет. Например, в ресторан или куда-то попить кофе или погулять. Просто по центру. Использовала я пудру от Кико. Простая пудра. Ничего особенного. Также я использовала румяна от Диор. Тоже вот такие, кажется, такие насыщенные, насыщенные. Но когда вот растушевывать их надо, они, ну, растушевываются хорошо, они не становятся слишком такими сильными и насыщенными, хорошо ложатся. Кико. Практически сухой карандаш, но я его добиваю, чтобы использовать и выбросить. Помада от Шанель. Тоже она более-менее такая, знаете, на каждый день цвет практически естественных. Губов. То есть ничего особенного. Не очень яркая. Сейчас вам скажу, какой номер. 178. Rouge Allure. И одни тени, которые я использовала матовые. Это вот эти тени. Здесь, чтобы мне в складке немножко надо было растушевать. Сделать складку матовыми тенями. Потому что в палетке Диора не было матовых теней. Но вы видите здесь, какая цветовая гамма. Так что, ну это еще и называется палетка Натурал. То есть как бы для натуральных макияжев. Вот если я буду делать вот этими тенями макияж, у меня все равно получится яркий макияж. Вот и все. Вот посмотрите. Они не такие уж яркие эти цвета. Да, есть некоторые темные цвета, но их используют здесь в уголках. Ну, в общем, вот так вот. Вот такой большой пакет. Вот так вот. Сейчас я вам буду все показывать. У меня прям настроение. Давайте-ка я вам покажу одну сумочку. Я просто так ее покажу в кадре. Это вот такая красивая сумочка. Видите? Келли Кросс. Если вы посмотрите. Может быть, вон там будет видно. В общем-то, она вот так вот. Здесь надо нажимать. Открывается. Какое красивое здесь все. Ну, конечно же, бумаги здесь. Ремень здесь есть. Ну, я сейчас ее не буду распечатывать. Вот такие отделения есть. Красиво сделано. Аккуратно. Все как полагается. В общем, вот такая вот красивая сумочка. И я хочу еще показать вам второй пакет. Где у меня есть кошелечек, который я сегодня купила. Специально для этой сумки. Потому что мой кошелек широкий. И он не помещался. Я сегодня увидела еще вот такой кошелечек. Я решила его взять. Все равно скидка большая. 70%. А стоил этот кошелек вот сколько. 29 евро. В общем, за копейки взяла. И он сюда мне подойдет. В самый раз. Смотрите. Все как надо. Ну и надо подобрать аромат. Какой же мы аромат сюда подберем? Наверное. Нет, не Валентину. Я хочу. Нет. Валентину. Да, наверное, вот этот, наверное. Дивин Эн Файнд. Это у нас от Элдо. Очень красивый парфюм. Он божественный. Он необыкновенный. Он насыщенный. Он очень стойкий. Есть шлейф. И держится много-много часов. На одежде он задерживается. Не знаю, как. Это дермантин. Это не кожа. Давайте-ка я сюда так его вспрыгну, этот аромат. И поставлю уже в эту сумку. Посмотрим, как это все будет смотреться. Будет ли она смотреться хорошо, чтобы ходить с сумочкой и с ароматом. Ну, все здесь стало. Видите, стал аромат. Стоит там кошелек. Положила все, как надо. И как раз хорошо, что аромат не будет болтаться, где не нужно. То есть он здесь будет стоять мертво. Все, значит, мы подобрали один аромат для одной сумки. В конце видео я вам еще кое-что покажу. Кроме сумок. То, что я купила вместе с сумками. Если вам интересно, смотрите мое видео до конца. И вы увидите, что я вам хочу показать. Ну что ж, давайте начинать. Покажу я вам сумку и другие сумки. Речь идет про бренд Киплинг. Киплинг. Сумка, вот эта модель называется Габриэле Эс. Каждая сумка, каждая модель имеет свое название. Здесь написано. Я прочитала Габриэле Эс, потому что Э в конце в итальянском языке читается. Может быть на английском по-другому звучит. Но вы же у меня простите. Я сегодня говорю, читаю. То есть говорю на русском, читаю на итальянском. 85 евро стоила вот эта сумка. Может быть за 85 евро я ее и не купила бы. Хотя я присматривалась к этим сумкам. Купила ее со скидкой минус 70%. Это практически за даром. Когда-то у меня была вот такая вот сумка. Наверное в 2003-2004 году. Черная. Помню я вот такую эмблемку, которая у меня была на этой сумке. Сумка была прочная. Я туда грузила все. И вы знаете, что я была очень довольна этой сумкой. Но я очень много лет носила только эту сумку. Одну эту сумку. Она мне надоела. Я ее кому-то отдала или просто выбросила. Не помню. Так что я что-то помню. Что-то припоминаю. В общем, что еще хочу сказать по поводу этого бренда. По поводу этих сумок от этого бренда. Значит, бренд основан был в 80-х годах. Прославилась эта марка своими сумками на весь мир. Тем, что сумки легкие и ткань прочная. И практически все отзываются очень хорошо. Кого бы вы не спросили здесь в Италии. А вы знаете вот этот бренд? И кто знает этот бренд? И кто понимается, он говорит, да, это сумка неубиваемая. Ее нереально сносить. То есть она, можно сказать, на всю жизнь. Итак, эти сумки не рекомендуют стирать в стиральной машинке. Но я слушала других итальянских блогеров на ютубе. Значит, они говорили, что они стирают и с сумками ничего не случается. И очень удобно брать вот такие вот сумки с собой. Куда-то там, в поездку, в самолет, в поезд, такси. То есть, во-первых, вы можете туда положить очень много чего. Можете ее бросить. С этой сумкой ничего не случится. Вы не будете там трястись над сумкой. Ой, поцарапалась, ой, упала, ой, сейчас дождь. И, а, кстати, она водонепроницаемая. Вот. И, в общем-то, максимум, что может случиться с этой сумкой, она может просто испачкаться. Но это не проблема. Вы можете ее постирать. И после стирки она будет все равно такой же, как будто бы вы ее купили только что или там вчера. Ну, вот так вот. Вот, показываю вам. Вот такие отделения есть в этой сумке. Вот такая вот модель. Я вот эту расцветку в первый день почему-то не высмотрела. Я смотрела на такую расцветку, но почему-то она мне не запала. И я как бы не купила. Но сегодня утром я пошла. И я ее все же купила. Потому что такая расцветка универсальная. Видите? Вот я одета в черных штанах. У меня вот такая кофта. И эта сумка сюда как раз подходит. Сзади тоже есть вот такая молния. Можно что-то положить. Вот такая вот середина. Сюда мы можем прицепить ключи. Не надо ключи искать в сумке. Вы просто потянули за этот шнурочек. Ключи будут в вашей руке. Здесь есть вот такое отделение. Еще есть одно отделение. Все здесь на молниях. Ну, в общем, хорошая сумка. И этой сумке я подобрала вот этот парфюм. Он как раз сюда и подойдет. Даже под стилю сюда подойдет. Вот так. В общем, вот эту сумку я не планировала покупать. Но когда я заметила в магазине, что подошел к этой сумке мужчина и высматривал ее, я подумала, надо брать. У меня есть вот эта маленькая. Да, я вам уже ее показала. И думаю, значит, а почему бы не взять вот такую вот большую. Здесь есть вот как бы молния. Да, удобно. Вместительная она. Прочная. Есть вот такой ремень, который можно закинуть на плечко. Удобно брать с собой в какие-то поездки. Мой муж иногда ездит в маленькие командировки. Я подумала, может быть, она и ему пригодится. Сумка все-таки прочная. И я решила ее купить. Сумка имеет название, как и все сумки, называется Ассенни. Вот. И в середине, значит, есть вот такое вот отделение. Все это засовывается замком. Есть тоже здесь вот такие отделения. Здесь есть отделение на ручку. Есть здесь вот такой вот шнурочек. Здесь можно прицепить ключи. Не надо рыться в сумке. Вы потянули, значит, за этот шнурочек и ключики в вашей руке. Все очень удобно и хорошо. Ручки обделаны. Видите, как все здесь красиво и прочно прошито. Здесь даже написано бренд Киплинг. В общем, ну, я купила. И думаю, что я не пожалею. Дальше я купила еще вот такой маленький кошелечек. Подумала, почему бы и не взять его к вот этой всей серии, к этой цветовой гамме. Называется Creativity S. Напоминаю, что я читаю на итальянском. Итак, смотрите. Демонстрация. Значит так. Демонстрация. Тени от Dior. Мы положим в среднее отделение. Итак, пудра. Помада от Chanel. Румяна от Dior. Все это мы закрываем. И, пожалуйста, поехали. Куда нам надо. Все вместилось. Да еще что-то влезет. Вот вам и Киплинг. Вот такая вот сумка. Очень красивый цвет. Такая вот металлическая пудра. Очень красивый. Очень-очень. Она элегантная. Я бы даже так сказала. Тряпочная сумка. Элегантная. Ну вот. Так даже относить. Здесь есть такая вот мартышечка. Называется эта сумка Нитани. Сзади есть вот такое вот отделение. И я сразу же выбираю аромат от бренда Макуэн. Парфюмированная вода Александр Макуэн. Вот. Красивая тубероза. Вот такой красивый флакончик. Он сюда подойдет. И я поставлю этот парфюм в эту сумку. И это отделение на душу. Чтоб пахло. Потому что ткань новая. И она впитает аромат. И будет всегда пахнуть. И будет мне напоминать этот аромат. Я вообще-то решила добить этот аромат до конца. Поэтому в сумке пусть лежит. Вот когда мне будет надо парфюм. Я достану из сумки и надушусь. Пановить всегда мне будет. Дальше продолжаем. Есть здесь такое вот отделение. Потом. Здесь еще есть одно отделение. Оно не застегивается. Ничего. Просто вот так вот. И еще одно отделение, которое надо... Ага, здесь я купила еще кошелечек. Сейчас покажу. Здесь тоже есть такой шнурочек, где можно прицепить ключи. Когда вы будете... Вам не надо будет искать ключи. Вы просто потянули за этот шнурочек. И ключи будут у вас в руке. У вас в руке. Здесь еще есть одно отделение. Тоже можно что-то ложить. Можно документы туда ложить. Вот. Еще одно отделение. Ну, в общем, все как надо. Так оно закрывается. Здесь вот есть такая вот, значит, заклепочка. Все это заклепывается. И вот так вот носится. Очень интересно. И еще вам хочу показать быстренько вот этот маленький кошелечек. Называется Money Love. Ну, если почитать на итальянском, Money Love. Вот. Вот так выглядит кошелек. Здесь он рассовывается, чтобы положить деньги или монетку. Ну, все, что вы там хотите. Документики здесь можно положить. Здесь бумажник, значит. Ну, кошелек, в общем-то, удобный. Посмотрим, какое будет качество. Как будет это все носиться. Мне самой интересно. Следующая сумка от бренда Киплинг. Вот такая сумка. Называется она Габриэле. Можно назвать Габриэль, как вы хотите. Видите, вот эта сумка уже большая. Большого размера. И такая же, как бы, модель, только чуть-чуть поменьше. Ну, в общем, пригодятся все. Вот такие вот здесь молнии. Мне нравится, как здесь сделан дизайн вот этого ремня. Здесь все такое вот золотистое. Ну, не золотистое, а такое, ну, как бы, белое золото. Ну, типа вот так вот, скажем. В общем, сзади есть кармашек. Смотрите, как красиво. Здесь подобрали подкладку. Такая красивая ткань. Здесь тоже, ну, в общем-то, так же, как и в первой сумке, кармашек. И с другой стороны тоже кармашек. Здесь рассовывается тоже вот такой вот кармашек. Здесь вот можно какие-то тетрадки ложить. Даже планшет можете положить. Здесь она такая, довольно-таки большая, но не очень такая, не слишком, может, и большая, но вместительная. Как всегда, есть вот такой вот шнурочек. Вы можете сразу иметь в вашей руке ключи. Вот такая вот серединка здесь. Ну, как всегда, есть кармашек для телефона, для карандаша или для ручки. Еще один кармашек. Можно тоже документы положить, чтобы не валялись в сумке. Все, что угодно. Вы туда можете положить. Цвет очень красивый. Вот такой, знаете, мокрый асфальт. Такая вот она металлическая. Сейчас даже вам прочитаю, как называется. Карбон металлик. И я подобрала парфюм для этой сумки. Вот такой вот красивый аромат от Валентино. Супер, супер. И здесь поставлю я этот парфюм в этот кармашек. Сейчас мы посмотрим, как будет смотреться. Вот. Ну что, практически не видно, что здесь аромат. Ну, видно, что что-то есть. Это нормально. Ну, все. И вперед гулять. Почему бы и нет. Итак, под конец этого видео я вам хочу показать, какие кроссовочки я купила от этого брендика. Первый раз покупаю что-то от этого бренда. Вот такие вот кроссовки. Мне они понравились. Очень-очень красиво смотрятся на ноге. Такие вот кроссовки. Здесь 39-й. Размер у меня 38-й. Но они какие-то такие, знаете, странные. То есть подошли они мне. И еще хочу вам показать туфли от Gatinoni. Рома. Видите? Такие красивые, женские, элегантные туфли. Кожаные. Очень удобные. По крайней мере, у кого узкая, худенькая ножка, как у меня, то вам эти туфли подойдут. Очень красивые. На ноге смотрится красиво, элегантно. Каблук, конечно, невысокий. Но мне он не нужен такой высокий. Вот как все это выглядит. Ну и на этом, наверное, я буду уже заканчивать это видео. Потому что так видео получилось очень длинным. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И до скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока-пока. Я вас всех целую. Пока.